У этого красавца романтичное имя – Лебедянка. В честь ВВА Лебедянского, главного конструктора, придумавшего паровоз. В официальных же документах его называют Л-32-85. Свой путь паровоз начал с Ворошиловградского завода и надежно служил на Куйбышевской железной дороге. В 2011 году, спустя 58 лет работы, его отправили на покой. Теперь он, как и его братья в Рузаевке, Бугульме и на Самарском стадионе «Локомотив», станет символом уходящей эпохи паровозов. На всех этапах он выполнил свою роль. И сейчас мы смотрим на него, как на символ той большой работы, которая выпала на его долю. Паровоз выглядит целым только с одной стороны. В процессе реставрации правую стенку, скрывающую двигатель, демонтировали. Получилась машина в разрезе, чтобы каждому открывался принцип работы парового механизма. Чтобы поколение знало, видели, как работали. Это ж в то время тяжелый труд был. Машинисты, помощника и особенно кочегара. Открытие памятника приурочено к нескольким событиям. 1 октября исполняется 13 лет РЖД, а также отмечается Международный день пожилого человека. А с Лебедянкой связаны многие ветераны-железнодорожники. Мы будем изучать не только историю механизма, но и людей, которые его обслуживали, работали с ним. Это нам ценно, потому что время уходит, ветераны уходят, а память должна все-таки сохраниться. Л3285 по праву называют настоящим тружеником. Сколько тонн перетянул за собой этот паровоз, сейчас уже и не поддается счету. Но теперь ветеран уходит на заслуженную пенсию и оставляет достойную память для потомков. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.